Восьмиклассники Тверской гимназии номер 6 26 апреля собрались на необычный урок. На этом уроке не надо было ни читать, ни писать, просто слушать и задавать вопросы. А говорили на этом уроке о нашей Родине. Мы хотим рассказать им о том, как учили нас любить нашу Родину, как ее оберегать, как защищать, как готовиться к этому. Потому что сейчас в это непростое время особенно важно говорить подрастающим поколениям о том, как нужна нам Родина и что мы можем сделать для нее. О своей войне школьникам рассказывали те, кто не понаслышке знает об этом. Боевые десантники, ветераны Афганистана, действующие военнослужащие военно-транспортного полка. Мы очень дружны с нашей Мигаловской 12-й военно-транспортной дивизией. О том, что у нас много там друзей, и они тоже выполняют свои боевые задачи. И поэтому наглядно хотим, чтобы ребята потрогали, пощупали, на себя примерали. Парашютно-десантные системы, средства спасения. Когда это, в общем-то, можно потрогать, это лучше, мне кажется, доходит до них. Именно в эти дни, именно в канун Великой Победы с молодыми надо говорить о Родине и тех, кто ее защищает. Это очень важно, потому что есть такая профессия – Родину защищать. Самое главное для любого человека – это, конечно, мирная жизнь, это защита своего отечества. И наша школа богата традициями в этом отношении. Школа с большой историей. Больше 30 выпускников нашей школы были участниками Великой Отечественной войны и погибли на полях сражений. Среди них – герой Советского Союза. Вячеслав Ефимов, который получил это звание посмертно. Его имя носит одна из улиц нашего города. Это брат и сестра Константиновы, летчики, которые остались живы после войны. Мы гордимся этими людьми. В нашем школьном музее хранятся письма наших выпускников, участников войны. И на основе этих материалов ребята у нас пишут исследовательские работы, мы ставим спектакли. И, конечно, мы очень гордимся нашей историей и любим нашу Родину. Гвардии полковник Андрей Савельев на встречу со школьниками пришел с фотографией своего деда – гвардии полковника Василия Георгиевича Савельева, в 41-м освобождавшего наш город от немецко-фашистских захватчиков. С него как бы начался наш род здесь, в Калинине, в Твери. Он здесь тоже похоронен. Поэтому 9 мая я каждый год считаю своим долгом взять своего деда и выйти с ним на бессмертный полк. Урок мужества – это про наших прадедов и дедов и про тех, кто сейчас воюет на Украине. Самое главное, чтобы у вас вот здесь в сердце у каждого все-таки проснулся зов предков о том, что мы с вами наследники великих героев, великой расы. Начиная, наверное, от князя нашего Михаила Ярославовича Тверского, да и заканчивая нынешними ребятами, которые сейчас, к сожалению, воюют на Украине и воюют они за нас. Потому что вот так получилось, понимаете, что некогда родная нам республика, которая тоже внесла вклад в победу над Германией, вдруг оказалась в стане врагов. Именно перед молодежью сейчас стоит задача не стать жертвой другой информационной войны, нацеленной во многом на умы незнающих жизни детей и подростков. Информационная война – очень страшная вещь. Вы все смотрите интернет, читаете много. Очень вдумчиво относитесь к тем вещам, которые там публикуются, пишутся. Потому что за 30 лет вот эта информационная война сделала из наших друзей, близких, с кем мы служили, воевали, с кем Андрей ходил в атаку. Они стали нашими врагами. Вот кажется, как такое может быть человек, с которым ты делил последний кусок хлеба и глоток воды в пустыне, с которым отбивался от душманов, вдруг стал стал врагом и сказал, если я тебя убижу, я тебя убью. Это взрослые люди так говорят. А что говорить о молодежи, которая уже сейчас выросла на Украине? Есть такая профессия – родину защищать. И есть такое понятие – любить родину. Родину любить надо. Неважно, где ты находишься, малую родину, большую родину, надо ее любить. Не обязательно бегать по городам, кричать. Я люблю родину, надо. Можно любить ее тихо, хорошо и отдавать всего себя. Среди выпускников Тверской гимназии номер 6 есть немало ребят, посвятивших себя военному ремеслу. И не только во времена Советского Союза, но и в последние годы. Учитывая специфику гимназии, некоторые выбирают профессию военного переводчика. В канун 77-й годовщины Великой Победы региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» первым вышел на встречу со школьниками. И надеется, что эту инициативу подхватят другие ветеранские организации Твери.